всем привет всем диктофон и сегодня поиграем в игру под названием блонс тд6 и в этой серии у нас появился обычный еженедельный босс блонариус так давайте карта вниз по течению конечно берем бенджамина и идем отправляемся сражаться я надеюсь что все нормально будет потому что если так чего тут нету обычной обезьяны вы посмотрите а как это офигеть на самом деле это было очень неожиданно что и подождите заново сразу берем заново я тоже алхимика поставил от того что испугался давайте тогда попробуем поставить нашего инженера как бы его сделать я бы его поставил сюда будет раунды подлиннее ну да ладно ну что-то неожиданно знаете потому что я привык в самом начале у нас идет наша бесплатная обычная обезьяна мы получаем сразу же такую защиту на определенное количество уровней все раундов что нам позволяет накопить на бенджамин там спокойно еще защищаться потом мы уже ставим инженера и как бы уже по спокойнее все идет а тут сразу же вал я даже не знал что они будут делать вот такие вот усложнения и сейчас это меня немного сбила все чувствую немного в смятении так но мы не унываем мы идем дальше все равно все будет хорошо также меня немного смутило то как на этой карте ставить фермы чтобы все было нормально чтобы потом поставить деревню и все ее собрать и я поэкспериментировал посидел и вот здесь на нижнем кружке у нас будет деревня а возле нее я как максимально пробовал разместить вмещается так сейчас и быстренько вставлю бенджамина там вмещается более 8 ферм а 8 ферм это как раз таки нормальное количество надеюсь что все будет хорошо и надеюсь что наш фермер сможет собирать все вот это вот то есть как бы это будет в его радиусе на данный момент инженер у нас справляется один там немного проходит это пока не страшно будем прокачивать его но все равно сначала наверное я хотя бы одну банановую ферму до поставлю чтобы уж все равно деньги начинали копиться а так пока что идут вот такие вот раунды где даже если пару шаров пройдет будет не страшно они такие ну мало хп очень сносят как вот здесь нам всего 4 хп снеслось но это непривычно знаете максимально непривычно что нету обычной обезьяны и мало того что как бы еще тут все сместилось на одну я привык чтобы банановая ферма была на месте друина но времена меняются так увеличим радиус для инженера это ему очень поможет а пока наверное будем копить на дальнейшее улучшение фермы так ну тут уже сложнее на самом деле на следующем раунде наверное надо будет прокачивать инженера так так же пока что у нас нет какой-то того какого-то там экшена я хочу с вами поделиться о том что у меня есть воде скоро сервер на который вы можете прийти и общаться со мной с другими участниками которых там уже более 50 на самом деле уже их очень много все дружные все хорошие на самом деле будем стараться нести позитив в этот мир если вы захотите с кем-то поиграть то конечно же многие пойдут с вами дадут вам советы подскажут что-нибудь то есть прям очень прикольно ссылка будет в описании под видео также минутка рекламы вы можете подписаться на мой канал если вам это будет несложно и если вы хотите чтобы я выкладывал больше видео которые могут вам как-нибудь помочь которые вам будут интересны я буду очень благодарен потому что всего 30 процентов из всех моих зрителей подписан на мой канал так а теперь мы идем дальше муж даже накопили почти на вторую банановую фирму инженер у нас более менее справляется знаете возникают трудности но пока он живет к счастью но в скором в скором времени нам надо будет ему точно двойной пистолет прокачивать потому что ему одному уже тяжело остановится но пока что ведь он справляется классно так и тут вал молодец все в двойной пистолет теперь будет намного по крайней мере легче эмоционально в том плане что он скорее все точно будет защищать все не будет никаких трудностей а мы тогда купим дальше на нашей фирмы что нам главное как можно больше денег сейчас собирать так сюда ой-ой-ой пошло все у вас уже есть три фирмы скоро уже пойдет наш первый камуфляж на 24 раунде но я пока что даже не думаю о нем ну как бы чего он не страшен по нам снесет совсем чуть-чуть хп поэтому мы сейчас думаем о другом просто главное чтобы прокачаться как можно больше в четыре я таких фирмы уже поставил а дальше уже будет как бы сложнее потому что их ведь надо расставлять так чтобы видела деревня а я не помню надо чтобы надо по деревне как бы от этого отталкиваться поэтому вот такие вот я поставил я надеюсь что все нормально в этом плане так деньги идут это меня очень радует то есть у нас пока что не идет неплохо нам надо много тут купить и я поставлю ему огненную стену сразу же чтобы он видел камуфляж и и все и как бы до сорокового раунда мы вообще можем не волноваться потому что эти обезьяны у нас должны точно со всеми справиться так это пока что уберу скорость офигеть убрал скорость они а бананы только и полетели так у нас тут пока что стоит 5 5 фирм нам надо еще каким-то образом поставить тут три здесь что они все тут по месяца так вот еще и вот здесь ну если так посмотреть глазами то действительно должно влезть и я на это буду очень сильно надеяться так влезла да реально ну и теперь будем надеяться что они будут все помещаться потом в поле зрения нашей деревне чтобы в конечном итоге мы и смогли забрать так ускоряем теперь нам не страшно производство все прокачиваем потому что до 40 раунда нам вообще не надо задумываться чем-либо другом кроме того как получение денег в большом количестве у нас стоит уже как бы наш инженер и обезьяна маг и они должны вот справляться со всем что нам надо в ближайших раундах она сейчас 32 раунд кстати уже нормально ушли уже совсем скоро наш босс будет осталось бы посмотреть и надеяться что все нормально пройдет потому что если честно я даже не знаю как у нас получится что у нас точнее даже получится потому что это тактика против лича это одно а тут как бы блонариус тут уже немного другое тут надо по-другому все смотреть но мне так кажется что мы справимся но мы должны я у меня в голове есть примерно такое вот ощущение что надо ставить наверное мы будем ставить наших обезьян с бумерангами по верхней линии и они там будет очень хорошо урон наносить очень хорошо нам помогать так два рынка уже есть но мы идем на нас дальше копить еще как минимум на два рынка еще мы должны накопить я так думаю что мы накопим успеем время еще есть целых три раунда как бы я думаю что может быть мы даже на 5 накопим рынков что здорово так тут конечно такой вот круг из этих ферм не очень удобно все собирать постоянно приходится мышкой крутить поэтому я надеюсь что я собираю все так у нас уже 39 раунд так и 4 рынка есть ну знаете я тогда не буду пока что ставить 5 рынок просто вот подождем покопим так все теперь мы перезаходим чтобы все продать чтобы все расставить и будем проверять вообще что у нас тут выйдет так продаем продаем 2000 пол 3000 офигеть нормально так то они нам принесли в плюсе были я думаю вот сюда нам надо будет поставить нашу зону шпилек на которую нам не хватает денег офигеть ладно давайте тогда вот эту вот одну продадим ставим зону шпилек потом сейчас я вот быстренько коплю деньги тут нам на улучшение наших бумерангов хотя бы одного потому что тут что-то так проблемно оказалось три тысячи ты не знаю спереди мы 3000 накопить как-то неожиданно на самом деле хотя может быть с обычным боссом и так справимся то есть обычный босс вроде бы не такой сложный вот солидно надо будет уже что-нибудь думать по этому поводу но в любом случае смотрите а прям нет проблем абсолютно все это доставлю наш рынок дальше он не рынок а просто фирму так туда прокачал а это еще даже посередине кстати не вкачивал первый класс мы прошли я даже если честно не заметил так сейчас будет 44 раунд и мы перезайдем хова так продолжить сейчас зону шпилек продадим потому что чё она нам тут хватит обезьяна с бумерангом я даже не знаю можем оставить его на всякий случай но мы посмотрим посмотрим может быть все таки он нам пригодится в любом случае я наверное так вот это разместим и временно и сюда поставлю нашу бит сумму об ладно его то тоже оставим пока что и не думаю что нам сильно помешает все будем прокачивать наши фирмы на оставшиеся деньги чтобы больше зарабатывать так и тут вот еще хватает как раз на банановые плантации часу тут бы поставить вот так слушайте если я поставлю вроде должно быть все нормально и как раз то место хватит на две деревни вот давайте смотреть классно было бы если еще этот фирмир мог собирать лучше лопать шары под вы смотрите какая у него коса как бы почему бы и нет но что-то он не хочет этим заниматься жесть вы понимаете мы только что выжили но на самом деле это было опасно это было очень опасно так надо надо что-то с этим делать потому что я проглядел об этом про этот камуфляж вообще забыл так он пока нормально вроде бы если следующий раз пойдут фиолетовые шары то мы поставим деревню чтобы они видели у нас все камуфляж так тут уже укрепленные у нас пошли укрепленные это конечно страшно немного но страшно так все вот это вот есть поставили и теперь дальше идем качать банановые фермы мог стать фиолетовые в обраме я прям поставил нормально не зря а то я бы их сейчас все потратил деньги на фермы они бы пошли мы бы наверное проиграли ну навряд ли бы мы проиграли но точно пришлось бы что-нибудь продать так это вот у нас есть и теперь давайте будем ставить рынки ставим несколько рынков чтобы у нас копились хп хоть как-нибудь и не так же будет приносить дополнительные деньги до 60-го раунда мы точно должен спокойно дожить и так думаю что вообще проблем никаких не должно у нас возникнуть так все по деньгам у нас прям нормально идет слушайте это меня радует чуть деревне поставил вот реально из за того что нету обычно обезьяны так непривычно вот тут чуть-чуть кстати не собирается в одном месте надо будет тогда быть повнимательнее проверять так 4 рынка есть чаще наверно пару поставим так и будем уже копить на наших друидов наверное уже сейчас да давайте уже сейчас начнем копить я курсор поставлю вниз чтобы он собирал те бананы которые не до собираются так но мы должны накопить и как бы проблем у нас не должно возникнуть я смотрю а вот этот вот обезьяна с бумерангом по верхней линии очень полезен он очень хорошо пробивает все на самом деле и урон большой наносит даже для керамических шаров вот это для меня вот прям открытие было где-то недельной давности когда я об этом узнал что этот но действительно очень полезно и я вот буду его всячески теперь использовать то что смотрите на этот радиус он бьет вообще полностью по всей линии невероятно урон наносится так 28 тысяч есть и как бы еще до босса целых три раунда следовательно ну все должно быть точно нормально крайнем случае мы же все равно наверное я друида буду ставить на месте бомбометателя потому что такое хорошее место довольно таки и я думаю что до него уже то есть что здесь хватит времени друида чтобы всех уничтожить так как это как бы очень сильная обезьяна очень нехорошо прокачанная будет тем более так но с этим мы тоже справимся проблем никаких не должно быть опа 50 тысяч 50 тысяч неплохо кстати сейчас будем все удалять тебя удалим ты у нас принципе уже долго стоишь так как бы сделать так но у нас главное точно должна видеть камуфляж поэтому я поставлю куда-нибудь сюда вот и вот так вот да то есть все нормально прокачиваем на остальных конечно толком не хватит но ничего страшного мы не торопимся пока она долетит до сюда до наших друидов мы накопим большое количество денег поэтому мы вообще сейчас можем не волноваться просто попрокачиваемся даже начнем наверное копить на дальнейшие улучшения вы посмотрите он как будто с одной тычки убивает муабов это очень классно выглядит особенно урон прям крутой так но тут тем более мы еще три апнули а дальше я наверно даже не буду идти потому что я так думаю этого уже будет предостаточно значит мы пока тут рынок какой-нибудь поставим еще то есть до вот этого босса посмотрите долетела всего пару тычек случайных от друида и он просто снес большое колесо урона этим способом круто прям нормально так наверное сейчас будем копить 19 тысяч недолго нам придется копить к счастью по этому поводу потому что заработок денег прям хороший у нас теперь идет уже 15 тысяч накоплено ну вот и примаглев это прям тоже очень классно мне прям нравится абсолютно не жалею так все банановая исследовательская лаборатория первая у нас есть и все пошел урон вы посмотрите уничтожение жесть прям моментально сносится это прям круто так вот сейчас будет шестьдесят седьмой раунд и мы перезайдем быстренько чтоб там продать друида прокачать наши исследовательские лаборатории так все продолжить так загружайся все мы прошли его и следовательно вы нам уже тут не нужны продаем продаем а давайте поставим бомбометатель на всех случаев потому что опасно так убить сам лаб еще бы я знаете кого бы тут поставил нам вот здесь бы нам еще коин для защиты поставить ну хотя здесь у нас будет деревня блин что бы тут придумать на самом деле это все очень сложно так давайте мы сюда еще одного такого поставим они все таки очень сильны на самом деле и очень для нас полезны так давайте пока потратим деньги на вот это и можем начинать и при этом я бы хотел еще что нибудь поставить для нашей дополнительной защиты потому что какие то проблемы все равно могут возникнуть и меня это немного пугает пугает такая возможность потому что она реально существует и она реально возможно так может быть нам пробовать вот сюда поставить такого вот по приколу посмотрим вообще что да как во и они вот у нас очень классно будут видеть спасибо тут цветы эти которые вообще ничего не дают поставить реально посмотрите цветы алё что подумаетесь ладно тогда вот еще одну вот так вот поставим все теперь ускоряем и прокачиваем наши исследовательские лаборатории вау посмотрите как они пробивают вдвоем а никаких вообще сложности нет то есть вот так вот пускай они временно у нас постоянно потом их конечно будем продавать но в любом случае они нам будут помогать на всякий случай зачистить раунды до 80-го как бы для подстраховки пускай будут почему бы и нет мне так кажется что вполне себе это нормально так еще бы они камуфляж видели но они будут видеть камуфляж в радиусе вот этих обезьян поэтому все нормально все так как и должно быть так уже почти кстати все исследовательские лаборатории мы прокачали будем потом уже копить на деревню но пока не знаю нам бы для начала поставить ну на друида чтобы у нас точно хватало на него денег поэтому будем смотреть что да как надеюсь что все нормально будет но пока что подводники прям молодцы неплохо так справляются так как у нас будет дополнительная помощь можем еще вот это сделать я не знаю я просто боюсь хуже от этого мне кажется не будет уж точно потому что это не такие большие затраты так сейчас мы уже смогли накопить на все исследовательские лаборатории и теперь наверное будем копить на деревню то есть у нас тут не так уж и много уже и осталось вот это скорее всего нам придется продать или вот так вот подождите вот это у нас точно должно быть посередине а вот это сюда сможем поставить вот не можем блин обидно то есть придется если что потом фермера переставлять потому что совсем чуть-чуть его места не хватило понятно все так давайте тогда я пока вот так сделаю ой фух хотя бы так можно было поместить а то я уже испугался а если мы вот сюда вот так фермера поставим о слушайте а он видит ведь так подойдем вот так мы его и поставим и все нормально так вернулся он вот это мы прокачиваем вот это мы тоже прокачиваем так ну да все они все в радиусе все захватили теперь мы быстренько выставим еще одни фермы у нас как-никак еще целых пять раундов за эти пять раундов мы должны накопить на многое чего как бы с условием того что у нас очень крутая деревня 200 тысяч стоит 200 тысяч это вообще это очень здорово так траунд опасный подождите так подождите лучше перезайдем потому что чего-то у нас тут проблемы есть так продолжить а то опасно проигрывать вообще не хочется сейчас мы уже далеко зашли так вот это можно прокачать а здесь так что бы вообще бы сделать тут радиус сделаем я не знаю просто тыкую что-то зря наверное делаю так я даже не знаю вот эту может быть мы продадим а это вот поставим потому что она тут будет поэффективнее и вот посмотрим пока что ой нам 30 тысяч только что дали я в шоке так давайте вот эту вот заморозку еще поставим о вот с ней все все хорошо теперь проблем никаких нет сейчас будем быстренько дальше фермы ставить с деньгами у нас тоже не должно быть проблем как мне кажется так что тут все ну да вроде пока что проходит ну вот здесь вот чуть-чуть как-то немного странно но да ладно вроде бы все должно быть хорошо еще классно что от этой деревни у нас теперь будет скидка для банановых ферм и их прокачка будет стоить дешевле чем обычно то есть помните тогда было тут 3000 а сейчас 2500 из-за этого мы сможем так сэкономить очень хорошо по деньгам так давайте пока вот так вот прокачаю потом уже буду всем исследовательские лаборатории ставить потому что у нас как бы еще ой что-то это не понял что это было так заново делаем по-моему поставил я в этот раз еще хуже так давайте тут смотреть тоже так да мы тут прошли что тут еще будут волны мне просто страшно так ну слушайте вроде никто больше не появляется ну и все все теперь у нас тут главное это друид главная огневая мощь сейчас у нас она будет и посмотрим что она себя будет у нас представлять вроде бы с этим она тоже должна справиться нормально боссом фу тоже на самом деле слегка было опасно но нормально нормально живем это меня очень радует глеф вы посмотрите 80 тысяч урона это очень много это очень классно так а чё это я не скил бенджамина не использовал нам бы сейчас очень сильно помог 80 тысяч мы накопили то есть даже намного больше чем нам надо было вау офигеть чё может быть мы тогда еще вот два на всех случаях прокачаем и все пока что отстаем и смотрим как мы справимся вот с ними хотя мы тоже должны спокойно справиться нет никаких проблем я так думаю у нас все расставлено предельно нормально так тут немного страшно правда было и восьмидесятый раунд привет так 350 тысяч это на самом деле не мало но мы сейчас еще наверное кого-нибудь добавим к друиду потому что все таки это немного опасно так этих вот мы удаляем вот это кстати можно вот докачать потому что она очень полезна эта прокачка с деньгами у нас все нормально так вот это у нас самое главное будет вот так а вот эти будем прокачивать наверх все тогда запускаем босса потому что мы тут еще не докопили ну правда сейчас уже все будет сейчас уже накопили офигеть как деньги то идут хорошо мне это очень нравится так и мы уже смесли как бы почти три тысячи урона но это видимо друид где-то там нечаянно тыкнул и попал можно будет еще кстати тут вечный отвар прокачать ну пока что вот так конечно мы сделаем до вечного отвара нам не хватает но все равно это нам очень сильно пригодится какой подводник молодец вы посмотрите наносит ведь урон сам бьет там кстати все на вечный отвар накопили можем пока что прокачать и он конечно же его клеймёчек укинул в первую же очередь это именно то что нам и надо было вы знаете клеймёчек с вечным отваром он решил всем другим друидам дать ну этот же тоже попадает о все он попал так это здорово ну значит теперь будем уничтожать и прокачивать наши банановые фермы чтобы идти дальше потому что к сотому раунду я уже собираюсь ставить парагоны на всякий случай ну как на всякий случай мне кажется это уже просто надо просто вот реально надо а также подождите давайте тут еще тогда ради этого вот так 25 тысяч нам надо и теперь у нас будет этот обезинов любостер тоже урон наносить урон накапливать чтобы в скором времени когда вам поставили парагона он был хотя бы не первой степени а уже хоть что-то у него добыло кстати посмотрите 25 тысяч мы так снесли хотя он еще даже не дошел до друида это как бы неплохо вот все урон пошел посмотрите как хорошо он ему наносит ну все уже 90 тысяч снесли и он идет дальше дальше сразу же все уничтожает я просто привык ну вот тогда сражались с личом очень долгое время я подумал что у него сейчас опять будет тоже иммунитет и надо будет пробить там один шар чтобы его можно было снова дамажить а нет тут такого нет тут все намного проще в этом плане меня это радует так давайте тут еще чуть-чуть чтобы хоть тоже какой-то урон наносился также центральные рынки надо будет прокачивать 100 тысяч всего у босса осталось это как бы уже немного с этим уже правда нет никаких у нас проблем все очень здорово так также а офигеть вы понимаете я думал над тем чтобы создать вот парагона из обычной обезьяны а у нас же ведь ее нету нету у нас обычной обезьяны это кстати вот ну реально такая подстава даже не ограничили для нее прокачку а просто вообще запретили ее использование так 86 раунд идем домой продолжить сейчас будем продавать наших друидов и ставить наверное флейбусиеров потому что я хочу его парагон сделать вот их мы тоже удалим чтоб по максимуму всех по наставить так сюда сюда даже давайте пока что в а или нет потому что на самом деле опасно давайте я принцать мы на всех случаи прокачаю и можем тогда включать теперь у нас точно ничего не опасно так тут мы вот этого поставим тут мы по нижней линии поставим типа здесь это не так уже и влияет потому что просто такая речка а как бы река тут толком нормально не сделать чтобы все были в одном радиусе и давали больше денег ну хотя бы так сделаем ой денег не хватает дайте больше денег пожалуйста нам надо очень нам прислушались слушайте дали денег и что-то много даже пускай в том же духе продолжают чтобы только увеличивал все на заработок потому что он нам нужен я еще ну следующий бой он ведь с элитным боссом и на самом деле мне немного страшно я надеюсь что все будет нормально потому что у меня до сих пор флешбеки в голове от этого лича сколько я с ним мучился сколько я с ним маялся я понимаю что я не хочу такого же повторения типа мне хватило так вот давайте тут мы так прокачаем чтобы у них тоже было все так здесь тоже парагон был посильнее ну у нас еще как бы есть целых десять раундов а для парагона нам надо вроде пятьсот тысяч да пятьсот тысяч то есть идет все у нас очень хорошо и урона мы уже вот так нормально брали это классно то есть мы справляемся если что мы сможем что-нибудь продать хотя я так думаю что это нам вообще не пригодится потому что ну прям все идет по плану правда что-то только что немного было проблемно точнее как слегка опасно я бы так сказал поэтому я бы на всякий случай поставил у нас тут обзянуаса пускай вот так вот будет летать ей сразу же дадут я надеюсь вечно тварь да уже дали и она будет помогать уничтожать эти вот черные дирижабли дтт по-моему они называются которые далеко улетают а это вообще не классно мне это не нравится поэтому подстраховка на первом месте как бы мы все-таки идем к победе ой я не заметил что у меня чуть рынки не прокачены так кстати мы можем еще вот это сделать вот это сделать как-никак у нас целых шесть раундов а за шесть раундов накопить оставшиеся деньги для нас будет очень просто с учетом того что мы ведь еще прокачали именно банановые фермы и они теперь будут еще больше приносить банановый централ хватите бананы вот вам бананы вот это знаете это самое лучшее описание особенно для тир 5 башни ну мне она просто максимально не нравится в том что ты как бы это улучшение стоит 100 тысяч и ты хочешь увидеть ну чтобы посмотреть что тебе даст это улучшение за 100 тысяч хочешь наглядно увидеть что вау ну это мне полезно это мне надо а тут хочешь бананы вот вам бананы ну я хочу бананы сейчас 100 тысяч заплачу это как бы немного не то к сожалению так кстати вы можете заметить у нас 97 раунд а уже 480 тысяч то есть как бы парагон у нас почти создан надо этот скил тоже использовать время от времени а все мы уже накопили но я буду все равно наверное на сотом раунде только создавать его мы не торопимся в этом плане так и можем наверное пока вот так еще поставить я не знаю наверно чуть не то сделал просто будем копить чтобы потом еще добавить у нас парагон был ой а тут подождите так все создаем его тридцатая степень неплохо посмотрите как мы ему сносим все это классно это вот то что надо я в шоке вот это ну действительно здорово уже миллион урона он нанес так еще один класс мы победили остается всего последний так давайте тут вот кучу таких поставлю рядом чтобы использовать скиллы и хоть как то может быть копился урон у наших ниндзя хотя я так думаю что парагон нам сейчас будет просто не позволять наносить урон потому что он будет сам всех уничтожать хотя на самом деле посмотрите нормально так то только что возрос и главная способность это использовать так куда бы я хотел самого парагона поставить а пускай он будет здесь наверное так что тысяч для него надо а у нас почти 600 тысяч уже есть то есть как бы это тоже для нас не сложно мы наверное еще даже господина глефа сделаем так вот здесь тоже помещается используем скилл смотрим как тут у него по урону идет ну да и урон начинает возрастать это вот радует что он хотя бы попится то есть скиллы у него все равно полезные но я до конца не понимаю механики этой обезьяны это надо будет потом как-нибудь отдельно посидеть посмотреть позалипать но мне пока что этого немного лень делать всем этим заниматься так 109 ран ой супер обезьяна извините попутал это не то что нам надо было так еще вот этот скилл используем опять и посмотрите 140 тысяч это уже нормально тут всего полторы тысячи тут 90 тысяч ну эти обезьян так по чуть-чуть по чуть-чуть но все равно что-то да наносят вот это вот главное то что нам и надо жесть у флебустиера у этого парагона наварха так снаряды летят прикольно я аж до этого как-то не замечал наверное потому что сразу все на входе уничтожается и толком незаметно так я даже не знаю может нам взянуласа продать хотя пускай на всех случаев будет скилл используем во хоть что-то набирается тут тоже наверно на 114 раунде мы сделаем парагона все таки потом еще обезьян с бумерангами я буду ставить я думаю мы тоже успеем его сделать как парагона денег у нас очень много прям очень много на самом деле я ведь могу еще вот эти все фермы продать поэтому справиться мы должны сто процентов ладно давайте так создаю 23 степень есть так на эту мы вкачиваем на эту мы вкачиваем если на вот ой 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 у нас уже хватает денег на парагон я аж испугался типа что это такое вылезло так еще потом я наверное продам все наши фермы поставим бога солнца ну по крайней мере посмотрим что у нас выйдет вообще из этого может быть я пока буду пытаться его поставить у нас уже всех разнесут наши парагоны которых сейчас уже два и как бы нормально им абсолютно что у них тут по урону тут всего три тысячи ну тут 25 хотя бы вот сейчас пошел урон так вот скилл завязал и как бы все перестали лететь как назло как будто так ладно давайте я тут прокачаю камневая степень пятнадцатая кстати неплохо так 3 миллиона урона хп точнее у него и вы посмотрите он только на начале а уже а уже как наносим во вот это прям здорово скилл у наварха что-то долго так не использовался ну да значит я даже не буду ставить храм солнца потому что это будет это нам просто время потратит с учетом того что как бы мы ему уже снесли 2 миллиона урона он пролетел всего чуть-чуть так вот притянули остается у него 200 тысяч хп пока я тебе говорил мы его уничтожили на сто двадцать первом раунде ну к сто двадцать второму мы закончим ура поздравляю нас блунариус побежден башен размещено 105 шаров пробито 15 миллионов получено денег 3 с половиной миллиона пробитому ап 6 тысяч использованы сил 2 ну это два наших фермера и мгновенно ой использование способностей 35 конечно же у нас наварх больше всего урона нанес ну это и понятно как бы он у нас большой молодец я вообще да и сейчас мой любимый парагон о даже достижение какое-то наберите в инвентаре 200 мгновенных обезьян за раз о прикольно по случайности выполнили еще даже одно достижение так ну наверное я на этом буду заканчивать это видео интересно вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока Продолжение следует...